Добро пожаловать в Simple Review, серию в которой я кратко играю в игру, просматриваю ее и сохраняю простоту. Если в какой-то момент ты сочтешь этот отзыв полезным, пожалуйста подумай о том, чтобы оставить лайк и подписаться. Теперь, в этом обзоре, я рассказываю о рогалике под названием Конан Чоп-Чоп. Когда ты будешь играть в эту игру, у тебя будет один игровой режим, и это режим истории. В этом режиме можно играть до четырех игроков, локально и онлайн, с возможностью привлечения местных игроков к онлайн-матчу. С точки зрения истории, персонаж по имени Тотаман вызвал существо по имени Золтотин. Этот вызов прошел не так, как планировалось, так что теперь нужен сосуд, чтобы получить достойный сосуд. Проводятся соревнования, чтобы заманить сильных людей в тот, кто победит четырех слуг. Охраняющий мысль, Омон будет бессознательно вознагражден, став сосудом за Тотона. Теперь, когда дело доходит до игрового процесса, ты будешь выбирать один из четырех классов, каждый из которых оснащен оружием ближнего боя, щитом, бомбой, луком и своими уникальными навыками. Выбрав своего персонажа, ты приземлишься в любой зоне хаба. Твоя цель здесь, войти в каждый камень, победить босса и открыть большую дверь. Все эти зоны предлагают своих собственных врагов и трудности. Прежде чем войти в зону, тебе дадут золото, чтобы купить снаряжение для твоего пробега. Снаряжение поставляется в виде оружия ближнего боя, луков, щитов, доспехов и амулетов. Оружие ближнего боя, луки, доспехи и щиты, все они обладают своими уникальными способностями и характеристиками. Чары дают новые способности, которые значительно изменяют ваш игровой процесс, например, бросать оружие ближнего боя, а не размахивать им. Позже в зоне можно будет приобрести больше снаряжения, используя золото, заработанное за победу над врагами. Смерть в любой момент твоего бега приведет к потере твоего золотого снаряжения и прогресса в зоне. Единственное, что ты сохраняешь за пробег, это стальной огонь и твой опыт. Стальной огонь – это валюта, которая падает с поверженных врагов. Это можно использовать для покупки нового оборудования, которое позже можно будет найти в будущих запусках. Опыт приобретается после смерти и зависит от твоих результатов в каждом забеге. После повышения уровня ты получишь очки навыков, которые могут постоянно улучшать твоего персонажа в дереве навыков. И это все, что может предложить эта игра. Теперь, что касается моего опыта, я должен сказать, что нашел эту игру довольно хорошей. Цикл игрового процесса позволяет неуклонно прогрессировать и полагается на ваше мастерство, чтобы продвинуться далеко. Мне действительно нравится способность создавать персонажа, а не просто полагаться на добычу, которую ты находишь. Я обнаружил, что элементы управления очень просты и доступны большинству людей. Возможность пригласить местных игроков на онлайн-матч, отличная функция, которая позволяет большему количеству игроков наслаждаться игрой. Я действительно чувствовал, что игра была большой игрой, но была приятной на коротких сессиях. Сложность, казалось, росла с хорошей скоростью в каждой зоне, что делало телосложение твоего персонажа очень важным. Итак, с учетом сказанного, я должен был бы дать этой игре 8 пепперони из 10. Конан Чоп-Чоп, достойный рогалик, который предлагает устойчивую систему прогрессии, которая приводит к отличной игре во всем, и это будет сделано для этого обзора. Если у тебя есть какие-либо вопросы о Конан Чоп-Чопе, пожалуйста, прокомментируй ниже, и я постараюсь помочь.